Конгресс продолжает отправлять миллиарды в месяц на Украину, ведь эта война важнее любой другой. Но вообще-то есть новая война, которая действительно затронет американцев, и она в Мексике. Мексиканские силы обороны и мексиканская армия сейчас сражаются с картелем Синалоа из-за ареста сына Эль Чапа. И по состоянию на сегодня, мексиканские силы обороны, похоже, проигрывают. Смотрите. Продолжение следует... Следует пояснить, на том видео, где люди прячутся под сиденья в коммерческом авиалайнере, этот самолет обстреливали из пулемета 50-го калибра бойцы картеля. Идет война. Байден посетит границу на этой неделе, и у него нет планов как-то реагировать на это, но это повлияет на нас, а как же иначе? Отставной полковник Даг МакГрегор следит за этим уже несколько месяцев. Он сегодня с нами. Даг, большое спасибо, что пришли. Казалось бы, если разразится война в стране, с которой у нас невероятные протяженности границы, ее будут освещать, но этого нет. Почему? Что ж, нам повезло, что хоть это увидели. СМИ просто не утруждают себя. Но нам нужно понимать, из-за чего эта война. В 2020-м мы арестовали бывшего министра обороны Мексики, генерала по фамилии Сиен Фуэгас в Калифорнии, по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков, торговлей людьми и целым перечнем преступлений. В конечном счете мы передали его президенту Мексики, президенту Абрадору, который вскоре освободил его, и мы сняли обвинение. Одной из причин, по которой мы сняли обвинение, было обещание военного сотрудничества, но мы его так и не увидели. И то, что происходит на самом деле, это не попытка обеспечить соблюдение закона, не попытка сделать что-то хорошее, это борьба между картелем, картелем Синалоа и мексиканской армией. Они борются за территорию, борются за наличные, борются за влияние внутри Мексики. Им нужен сын Эль Чапа, чтобы они смогли передать его президенту Мексики, и тот создаст иллюзию, передав его нам, что есть сотрудничество с Мексикой. Такер, нет никакого сотрудничества с Мексикой, и президент Абрадор, пустышка, он не управляет страной, он лишь рупор наркокартелей. Итак, если... если президент Мексики это рупор наркокартелей, а правительство Мексики позволяет миллионам иностранных граждан проникать через их территорию в нашу страну, вместе с фентанилом, который убивает сотни тысяч человек у нас в стране, почему Мексика не наш главный враг? Что ж, верно подмечено, ведь Мексика сейчас, да и Центральная Америка в целом, из-за преступности представляют для нас экзистенциальную угрозу. Это единственная по-настоящему экзистенциальная угроза для страны, и помните, они проникают в Соединенные Штаты, во все крупные города, там есть преступные сети, имеющие корни в Мексике. Вот почему они сильны. Это война, которую в конечном итоге придется вести, поскольку в какой-то момент мы закроем границу, потому что все станет настолько плохо. Когда мы это сделаем, мы немедленно окажемся в войне с картелями, потому что лишим их дохода, и нам придется сражаться как внутри Соединенных Штатов, так и на границе. И для этого потребуется армия, потому что наш пограничный патруль далеко не так хорошо оснащен. Картели превосходят их вооружение, превосходят во всех смыслах, по всем категориям военной мощи. То, что мы видели, это наглядная демонстрация того, насколько могущественны картели. Вы полагаете, мы можем увидеть подобное в нашей стране? Безусловно, это неизбежно. Что ж, в последний раз, когда президент предположил разместить американские вооруженные силы на границе, в Пентагоне его высмеяли. Я думаю, это не конституционно. Да. Но такой была реакция. Как вы думаете, в Пентагоне стали бы бороться с картелями? Похоже, у них... Они там сами себе назначают приказы теперь. Но тот факт, что вы ставите этот вопрос, это печальные и трагические комментарии к состоянию отношений между гражданскими и военными. У нас есть люди на вершине военного истеблишмента, которые выбирают изменю задач и решают, что будут, а что не будут делать. Предположительно, поскольку в войне на Украине много денег. А в мексиканской войне для них денег нет. И надо учесть, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. Разница в том, что сейчас на Украине гибнет больше людей. Но уровень убийств в Мексике один из высочайших в мире, около 136 на каждые 100 тысяч. Она впереди большинства стран по числу убийств. Числа не так уж и различаются, и потребуется немного усилий, чтобы догнать Украину. Но, как вы заметили, Украина — это много денег для многих людей в Вашингтоне. Закрытие границы, прекращение притока нелегалов, прекращение торговли людьми и борьба с наркокартелями никому особо не принесут денег. И последний вопрос. Я, может, педантичен, но игнорирование или неподчинение приказу президента... Разве это не наказуемо? Это не преступление? Им ведь нельзя так делать, верно? Да, это... это, по сути, приравнивается к преступлению. Но у нас есть председатель, который решил позвонить китайским военным и сказать им, «Не волнуйтесь, если нападем на вас, предупредим заранее». Почему он не в тюрьме за это? Почему он все еще на посту? Почему он остается четырехзвездным генералом? И ведь он такой не один. Когда мы в последний раз привлекали кого-либо из военных к ответственности? А, грустно, грустно. Даг МакГрегор, спасибо. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok